7 мая в России отмечается День радио. Именно в этот день, в конце 19 века, изобретатель Александр Попов продемонстрировал первый радиоприемник. Сегодня это День работников всех отраслей связи и радиотехники. Отмечают свой профессиональный праздник и кумертауские радищики. Радиорис подготовил автопробег и акцию с подарками для своих слушателей. После сообщения в эфире о начале акции, ведущие радио отправились на улицы города. Для получения подарка необходимо было первым найти ведущего с флагами местных радиостанций. Спонсоры конкурса приготовили для слушателей сертификаты на посещение спортивного центра. Такие акции проводятся регулярно. Главное – следить за ними на волнах городского радио. Именно «Арис» стал первой радиостанцией Кумертау. В этом году городскому радио исполняется 20 лет. За это время радиостанция нашего города серьезно изменилась. Сегодня на волнах 102.5 FM и 7097 УКВ можно услышать развлекательные программы, новости, пообщаться в прямом эфире с ведущими и, конечно, поучаствовать в акциях. «Арис» проделала путь за 20 лет с вышки до вот этой студии. Потому что в 99-м году, прошлого века, в 99-м году студия находилась на вышке, ретрансляционной оттуда вещали. Там была такая самопальная, скажем, студия. Если раньше у нас были несколько программ, там презент и так далее, то сейчас у нас довольно-таки длительное время. Есть линейный эфир, такая как программа «Дежурный по городу», есть программа «Подъем с переворотом», «Презента», ну и другие программы, которые иногда появляются. Конечно же, новости, которые флагманом, я считаю, нашего радио. Главной программой городского радио являются новости. Каждый день служба информации телерадио компании «Арис» освещает самые актуальные городские и мировые события. Разумеется, стоит сказать, что наши новости, они занимают не последние места призовые, это точно на всевозможных конкурсах, фестивалях. Прошлый год там было ярко подтверждение, второе место на фестивале «Вместе радио». Сегодня приемники, как и само вещание, сильно изменилось. Слушать радио, например, теперь можно и в интернете. Неизменно одно за каждым голосом из наших радиоприемников стоит команда профессионалов. Ну и хотелось бы поздравить, пользуясь случаем, наших коллег, во-первых, ребят, которые работают на радио «Арис». Хотелось бы поздравить всех радиослушателей с этим праздником. Оставайтесь вместе с нами, делайте свои радиоприемники погромче, настраивайтесь на 102 А5 ФМ и 7097 КВ. Павел Игошин, Тимур Гельманов, телерадио компания «Арис».